Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. Пару слов про низкую самооценку. Есть два способа поднять ее. Временный и радикальный. Временный способ это вот все то, что вы можете найти в просторах интернета. Все вот эти тысячи один способ быстро поднять самооценку. Сто шагов, чтобы поднимать. Да, есть какие-то действия, которые позволяют вам поднять самооценку. Вот она была низкая, стала повыше, потом еще повыше. И вроде бы на какой-то момент наступает облегчение. Но проблема в том, что когда самооценка изначально была низкой, когда вы упирались в то, какая у меня самооценка, если именно это мешало вам, сколько бы вы ее не поднимали, всегда возникает сомнение. Да, у меня самооценка стала выше, но достаточно ли она высока? Потому что любое выше, она является ниже по отношению к какому-то выше еще. И таким образом эта гонка, эти сомнения будут продолжаться. Вы подняли, но это недостаточно для чего-то еще. Вы сделали что-то, она стала выше, но это недостаточно для чего-то еще. И это идет, идет, идет бесконечно. Вот радикальный способ, способ номер два, как быть самооценкой. Это сделать так, чтобы ваши действия не зависели от самооценки вообще. То есть я могу делать что-то, что хочу, что мне нужно, независимо от того, какая у меня самооценка. И вообще я даже не задаюсь этим вопросом. То есть решение этого вопроса, низкой самооценки, находится вне границ самооценки. То есть я действую независимо от того, какая у меня самооценка. Вот это ключевое решение и надежное. Пока.